Девушки отдыхают Следовать незаметно за ребенком Куда бы он ни пошел Если он что кому передаст Распорядилась она То арестуйте того человека Он вор Сказано сделано Сыщик призвал на помощь товарища Следовал целый день за мальчиком Под вечер они увидали его идущего По направлению чаще Вдруг из-за кустарников выскочил уродливый карлик И поманил к себе мальчика Который направился к нему тотчас же Как автомат Увидев что ребенок сыплет ему что-то в руки Сыщики в свою очередь выскочили из своей засады И арестовали Курумба с поличным в руках Золотой брошкой Курумб впрочем Отделался несколькими днями ареста Против него не было ни малейших улик Кроме брошки Которую мальчик как он объявил Отдавал ему добровольно По его уверению неизвестно По какой причине На суде показания маленького Симпсона Который бредил про золотое зерно И не узнавал Курумба Оказались неподходящими Во-первых он был малолетний А затем врач объявил его Неизлечимым идиотом Его свидетельства Равно как и спутанные показания Госпожи Симпсон Которая знала лишь то Что ей говорил Этот же невменяемый мальчик Пошли за ничто Даже свидетельства сыщика Которая имела бы вес Так как он знал этого Курумба За укрывателя украденных вещей Не могло быть заявлено В день ареста сыщик заболел А через неделю за несколько дней до суда Он умер Его товарищ поставлен на очередную ставку С Курумбом Которого он же помогал арестовать Клялся и божился Что не видал ничего И ничего поэтому не может сказать Сыщик приказал задержать человека Он и помог задержать Кроме этого он не мог показать ровно ничего Так этим история и кончилась Мы видели несчастного мальчика Которому теперь впрочем лет 20 Когда его нам показали Мы увидели толстого С отвисными щеками Евразия Который сидя на скамейке За воротами Сругал палочки для клеток Птицы все еще Его преобладающая страсть Как и прежде Он кажется умственно здоровым В отношении всего Кроме денег Золотых и серебряных вещей Которые продолжают называть зерном Впрочем после того Как родные отправили его в Бомбей Где он провел под присмотром Несколько лет И эта мания начинает у него проходить Кажется было бы лишним доказывать Что одурение Насылаемое Курумбами на человека И гипнотизация Одна и та же сила Пусть я называю чем угодно Блаватская Из пещеры дебри Индии Загадочные племена Неотразимые идеи побуждения Мы знаем Что во время сомнамбулизма Можно внушать различные образы Которые преследуют субъекта всюду Куда он переносит взор По требованию внушения Такие образы не оставляют субъекта в покое И после пробуждения Локализованное мозговое впечатление Поясняет Рише Продолжает существовать Несмотря на возвращение сознания И больная Хотя и обладает вновь чувствами И сознанием Настолько что по-видимому Располагает своим разумом Совершенно так же как до опыта Тем не менее Не перестает бредить Относительно пункта Стоящего в связи С вызванной галлюцинацией Таким образом Она продолжает например Видеть птицу Образ которой был вызван Во время гипнотического сна Относительно всякого другого предмета Ее разум и чувства Совершенно здравы Но несмотря на разуверение Окружающих Она видит Осязает птицу С таким глубоким убеждением Что слова тех Кто утверждает противный Принимается За насмешку над собою Это мозговое впечатление Может оставаться некоторое время Но в конце сглаживается И исчезает Увлекая с собой убеждение Которое им поддерживалось Тогда любопытно Видеть как изумленная Больная ищет Куда исчезла птица И спрашивает себя Не была ли она Обманута воображением Хотя и не может Отдать себе Во всем этом Точного отчета Можно внушать Не только иллюзии И галлюцинации Но и различные действия Как во время гипнотизма Так и в состоянии Бодрствования И притом На различные сроки День, месяц, год Эти действия Если внушение Сделано определенным И авторитетным тоном Исполняются обыкновенно С большой точностью И по большей части На взгляд многих авторов С роковой необходимостью Мы показываем Говорит Ферре На которого ссылается Рише Самнамбулен На ровном Одинаковом фоне Воображаемую точку Которую мы сами Можем найти Лишь при помощи Неоднократных измерений И приказываем ей После пробуждения Вонзить в эту точку Перочинный ножик Она исполняет Приказание без колебания С безусловной точностью Относительно Звительной галлюцинации С такой же точностью Может быть исполнены Преступные действия Если говорит тот же автор Приказание сделано Слабо, мягко То самнамбулы По пробуждению Бывает в расположении Духа Очень интересным Для изучения Видно, что она Беспокоится Одолеваемая Неотвязной идеей Совершить смешной Или неприятный поступок Например, пойти И поцеловать череп Она долго колеблется Иногда даже выражает Свою нерешительность Должно быть Я сошла с ума Мне очень хочется Поцеловать этот череп Это нелепо Я бы хотел Не идти Но чувствую Что не совладаю С собою В конце концов Она исполняет Внушение Эти факты Показывает Продолжая В серии Что гипнотик Может сделать Орудием Преступления Действующим С ужасающей Точностью И тем более Страшным Что непосредственно После совершения Акта Все забывается Побуждение Сон И тот Кто его вызвал Таким образом Гипнотик Становится Субъектом Экспериментатора И потому Не подлежит Никакой Нравственной Ответственности Необходимо Однако Заметить Что это Пассивное Послушание Допускает Исключение Самнамбула Может совершенно Отказаться От совершения Некоторых Действий Она Рассуждает Спрашивает Основания Говорит Нет Обыкновенно Это сопротивление Слабо И уступает Настояниям Экспериментатора Но иногда Оно Не может Быть Побуждено Побеждено Рише Приводит Доказательство Следующее Наблюдение Ферре Одна Из наших Больных Почувствовала Сильное Влечение К одному Человеку И от этого Очень Страдала Но Ее Страсть Не Угасала Если Ей Внушали Присутствие Этого Человека Она Тот Чажа Обнаруживала Знаки Сильной Скорби И хотела Бежать Но Ее Невозможно Было Заставить Согласиться На Какое Нибудь Действие Вредное Для Того Чья Она Была Жертвой Несмотря На То Что Всякому Другому Приказанию Она Повиновалась Автоматически Вообще Многими Примерами Доказано Что Состояние Сомнамбулизма Воля Не Вполне Уничтожена В тех Случаях Когда Внушение Идет Вразрез С постоянными Привычками И склонностями Или же С господствующим В данное Время Настроением Оно Может быть И не Выполнено Стигматы Посредством Внушения Можно Производить Стигматы Или Определенной Формы Знаки На теле Но По Стигматам Подразумеваются Иногда Кровоточивые Знаки Ниже Следующие Эксперименты Показывают Что И такие Стигматы Могут быть Вызваны Силой Внушения Впервые Опыты С кровоточивыми Стигматами Были Произведены В 1885 В 1905 Году Бурю И Бюро Профессорами Медицинской Школы В Рошфоре На Одним Истеричным Больным Доклад Об этом Был сделан Французскому Обществу Для поощрения Наук В Гренобле В августе 1885 Года Вот Что Мы узнаем Из доклада Этот Больной Гемиплегичный И Гемиан Кровь На руках Из тех Линей Которые Я Начертил В Назначенный Шелли Куда Эти Опыты Были Повторены Перед Собранием Из 40 Врачей 4 Июля Когда Субъект Был В Сомном Булизме Мобильно Чертил Букву На Левом Запястье Его Руки Дав Ему Приказание Чтобы У него Точно Начала Течь Кровь В Этом Месте Это Заставит Меня Сильно Страдать Отвечал Больной Все Таки Я Тебе Приказываю Чтобы Кровь Текла Вслед За этим Мускулы Запястья Сокращаются Член Распухает Буква Обозначается Выпухлыми Красными Пятнами Чертами Наконец Выступают Капли Крови Которые Констатированы Всеми Свидетелями Тем не менее Необходимо Заметить Что в этом Последнем Опыте Произошла Ошибка Кровь Точилась Из Буквы Начерченной Рядом Накануне Быть Может Внушение Не было Достаточно Точно Быть Может Выполнение Было Слишком Близко Ко Времени Приказания Так Как Этот Раз Был Первым Когда Внушение Не было Сделано На Срок В Несколько Часов Если Возможность Внушать Кровоточивые Стигматы И покажется В этом Опыте Не вполне Доказанной То Всякие Сомнения Устраняются При Сопоставлении С Нежеследующим Опытом Бонжана Произведенным В присутствии Жармена Главного Директора Начального Образования В Бельгии Дело Происходило 16 июля 1891 Года Модемазель С Усыплена Мы Внушаем Что Спустя 10 минут После Пробуждения У нее Не только Появятся Красные Пятна На задней Стороне Обеих Рук Но Что Выступит Также На Коже Кровь По Истечении 10 минут Мы Удостоверяем Существование Двух Красновато Синих Пятен Большего Размера Чем В предыдущих Опытах И с Более Заметной Опухолью Сверх Того На Коже Показались Капли Крови Зрелище Было Поразительно Результаты Этого Внушения Были Еще Поразительнее Обе Руки На Всем Протяжении В Особенности Правая Раздулись До Размеров Почти Внушавших Опасения И Эта Опухлость Продолжалась Несколько Дней Правда Внушение Справилось И с Этим Случаем И Молодая Девушка Загипнотизированная Поочередно Маларом И мною Перестала Чувствовать Боль Ее руки Пришли В нормальное Состояние Внушенные Анестезии И Аналгесии При Полных Параличах Внушением Уничтожается Деятельность Как Двигательных Так И Чувствующих Нервов Но Можно Внушением Парализовать Только Эти Последние В таком Случае Происходит Сообразность Характером Внушения Внушенные Потери Общей Чувствительности Или Анестезии И Потери Болевой Чувствительности Или Аналгесии Особенно Наглядные Внушенные Потери Чувствительности При Аналгесиях Вследствие Этого Аналгесирующего Свойства Гипнотизмом Можно Иногда Заменить Хлороформ Хлороформ За последние Пятидесятилетия У Загипнотизированных Больных Было Сделано Несколько Сот Хирургических Операций Один Издель В Калькутте Произвел Их Более Трехсот В течение Шести лет В сороковых И пятьдесятых Годах Наиболее Выдающиеся Из сделанных Европейскими Хирургами Следующие В 1829 Году Клаке Вырезала Одной Дамы Грудь В 45 Году Луазель Ампутировала Одной Девицу Ногу В том же Году Фонтан Ампутировал У одного Молодого Человека Ногу Ажали У одной Дамы Руку Около Того Того Времени Тозе Элем Была Отнята У одной Дамы Нога В 59 Году Гирино Ампутировал У больного Ногу Во время Этой Операции Больной Не только Не ощущал Никакой Боли Но на Вопрос Как себя Чувствует Отвечал Как В раю И стал Целовать У хирурга Руку Подобные Операции Были Произведены В 60 И 70 Годах Наиболее Обыкновенные Безболезненные Выдергивания Зубов Иногда Та же Гипнотизмом Пользуются В акушерской Практике Для Безболезненных Родов Последние Хирургические Операции У загипнотизированных Были Сделаны В 86 7 9 90 Годах Отсель Иисом Фортом Вудом Тильо Ничем Верландером Аударом Мартинес Диазом Кэрпером Тернером И прочее Все эти Безболезненные Операции Могут служить Лучшим Объективным Доказательством Подлинности Гипнотической Анестезии Внушение На долгий Срок Внушение На долгий Срок Изучены Почти Исключительно Психологической Школы Школа Шарко Приводит Собственные Эксперименты Лишь на Короткий Срок А относительно Внушений На долгий Срок Обыкновенно Ссылается На опыты Психологической Школы Для нас Достаточно Привести Нежеследующие Опыты Бернгейма Стижавшая Себе Всеобщая Известность В субботу 22 декабря 1883 Года Я говорю Загипнотизированный Г Во вторник Через 3 недели То есть Через 25 дней Когда я буду Проходить С утренним Визитом Возле вашей Постели Вы увидите Со мной Моего Коллегу В Он Осведомится О вашем Здоровье Вы расскажете Ему Подробности Вашей болезни И будете С ним Говорить О том Что вас Интересует Пробудившись Больная Не помнит Ничего Со своей Стороны Я не сделал Никакого Намека На это Внушение Не посвятил В него Ни одного Из своих Учеников В промежуток Ее Гипнотизировали Несколько Раз И делали Другие Внушения Во вторник 15 января Во время Визита Я останавливаюсь Как обыкновенно Без всякой Аффектации У ее Постели Она Смотрит Налево И Почтительно Приветствует Ах Господин В После Несколько Мгновений Она Отвечает На Мнимый Вопрос Мне Гораздо Лучше Я Не чувствую Боли К Несчастью Колено Все еще Свихнуто Я Я Могу Ходить Только На Костылях Она Снова Вслушивается Слова Мнимого Собеседника И Затем Отвечает Очень Вам Благодарно Вы Знаете Что Я Кормила Детей Б Помощника Мэра Вашего Коллеги Не Можете Напомнить Ему Об Этому Быть Может Он Будет Способствовать Мне Поступить В Богодельню Она Вновь Слушает Затем Благодарит Кланяется И Следит Глазами До Дверей За Призраком Моего Коллеги Знали Ливы Спросил Я Ее Что ВП Придет Сегодня Нет Отвечала Она Она Утверждала Что У нее Не Было Никакой Мысли И Никакого Предчувствия Об Этом Визите Таким Образом Мы Видим Выполнение Сложной Галлюцинации Спустя 25 Дней После Внушения В Августе 1883 Года Я Говорю Загипнотизированному Самнамбу Луэс Бывшему Сержанту В Какой День Вы Будете Свободны На Первой Неделе Октября Он Мне Отвечает В Среду Ну Так Слушайте В Первую Среду Октября Вы Пойдете К Лье Бо Который Ко Мне Его Направил Вы В Встретите Там Президента Республики И Он Вручит Вам Говорю Ничего По Пробуждению Он Не Помнит Ничего В Промежуток Я Делаю Ему Другие Внушения И Ни Разу Не Напоминаю Об Этому 3 Октября 63 Дня Спустя После Внушения Я Получаю От Льего Следующее Письмо Самнамбу Лэс Пришел Ко Мне Сегодня В 11 Часов Без Десяти Минут Поздоровавшись При Входе Сфе Он Направляется К Левому Шкафу Моей Библиотеки Не Обращая Внимания Ни На Кого Почтительно Кланяется И Произносит Ваше Превосходительство Так Как Он Говорил Довольно Тихо Я Подошел Прямо К Нему В Это Время Он Протянул Правую Руку И Сказал Благодарю Ваше Превосходительство Тогда Я Его Спросил С Кем Он Разговаривает Да С Президентом Республики Надо Заметить Что Впереди Его Не Было Никого После Того Он Снова Обернулся К Шкафу И Поклонился А Затем Возвратился К Фе Свидетели Этой Странной Сцены После Ухода С Обратились Ко Мне С Естественным Вопросом Что Это За Полоумный Я Отвечал Что Это Не Полоумный А Такой Здравомыслящий Как Они И Я Но Что В Нем Действует Другой Прибавлю Что Когда Я Несколько Дней Спустя Увидел Эс Он Утверждал Что Мысль Ити В Льебо У Него Явилась Внезапно 3 Октября В Десять Часов Утра Что В Предшествовавшие Дни Он Не Знал Того Что Должен Ити И Не Имел Никакого Представления О Предстоящей Ему Встрече Подобные Факты Засвидетельствованы Бонни И Льежуа Первый Удостоверяет Исполнение Внушений Через 172 Дня Второй Через Год Но Эти Опыты За исключением Своей Долгосрочности Не вносят Ничего Нового Достаточно Лишь Заметить Что Внушение Льежуа Отличается Значительной Сложностью И Было Исполнено Довольно Точно Хотя И Не Вполне Говоря О Внушениях На Долгий Срок Бернгейм Замечает Сколь Ни Странны Сколь Ни Не Объяснимы Внушения На Долгий Срок Выполняемые В заранее Назначенное Время И Подготовляемые Мозгом Субъекта Без Его Ведома Я Не Колебался Их Засвидетельствовать Я бы Колебался Если Б Факт Был Единичным Но Я Производил Этих Опытов Так Много На Различных Самнамбулах Что Не Питая Ни Малейшего Сомнения В Их Реальности Последователи Шарко Все Без Исключения Признают Результаты Только Что Приведенных Опытов За Вполне Достоверные Факты Не Подвергают Их Никакому Сомнению Но И Не Подтверждают Никакими Объективными Фактах На Первый Згляд Маловероятных Доказательства Особенно Важны Впрочем Как Скоро Доказана Объективность Внушений На Короткий Срок Нет Основания Сомневаться И В Реальности Внушений На Долгий Срок Симпатеизм И Экстериоризация Скажем Несколько Слов Об Экстериоризации И Симпатеизме Если Во Время Гипноза Чувствительного Субъекта Взять Положим Стакан С водою И Поставить Его На Расстоянии Иногда Даже Несколько Метров От Последнего То Между Субъектом Представляющим Собою Нечто Вроде Магнетического Источника Вокруг Которого Воздух Словно Насыщен Магнетизмом И Предметом В данном Случае Стаканом Помещенным В этот Заколдованный Круг Устанавливается Какое-то Соотношение Каждый Удар Укол Разлитие Воды И тому Подобное Совершаемое Безведомо Загипнотизированного Субъекта Вызывает В нем Разного Рода Ощущения Иногда Имеющие Даже Весьма Бурный Характер Для Иллюстрации Этой Удивительной Связью Станавливающейся Между Человеком И Неодушевленным Предметом Приведем Здесь Случай Имевший Место У Полковника Де Роша Он Поставил Стакан С водой В круг Действия Магнетической Силы Двух Гипнотиков Над Которыми Он Экспериментировал Произведя Нужные Ему Опыты С водой Роша Потом Вылил Ее За окно Совершенно Забыл О Возможностях От Этого Последствия Нось Была Морозная Вода Замерзла И Представьте Себе У обоих Гипнотиков Всю Нось Были Сильнейшие Колики И Жесточайший Озноб От Которого Они Ничем Не Могли Согреться Вот Еще Более Поразительный Опыт В Магнетический Круг Помещался Фотографический Аппарат Которым Снималась Фотография Усыпленного И Если Затем На Снимке Делалась Царапина Или Укол То Субъект Ощущал Боль В Соответственных Местах За Которые Он С Криком Хватался А По Пробуждении На Теле Оказывались Покрасневшие Следы При Этом Повторяем Усыпленный Не Мог Видеть Что И Где Делается Со Снимком Если Последний То Эффекта Не Замечалось Наконец Пациенты Могут Быть Приводимы В Так Называем Раппорт С Любым Лицом Простым Прикосновением К Предметам Находившимся Незадолго Перед тем В Соприкосновении С Этим Лицом И Так Далее И Так Далее К Этому Надо Полагать Тесно Примыкает Явление Специфического Действия Медикаментов На Расстоянии И Закрытых К тому же Склянках Сопоставляя Все явления Экстериоризации И Симпатеизма Друг с другом А Также Не забывая Того частного Случа Экстериоризации Чувствительности На котором Основано Симпатическое Лечение Колдовство При помощи Разного рода Мумий Всякие части И выделения Нашего тела Волос Ногти Пот Кровь Мокрота И тому подобное Науз И прочее И имея ввиду Вполне Доказанный Факт Излучения Человеческого Тела Магнитов И другого Других тел Какого-то Светящегося В темноте Вещества Нам становится Понятным Многие Казавшиеся Необъяснимыми Случаи Телепатии В самом деле Говоря Словами Знаменитого Старинного Шотландского Ученого Максуэля Каждое тело Выделяет телесные Излучения Обладающие Известной силой И энергией По-видимому Во сне В гипногогическом И в особенности В гипнотическом Состоянии Они выделяются Сильнее Вокруг пациента Образуется Пространство Насыщенное Этими Излучениями Которые Могут Пропитывать Все Окружающие Предметы Мумии Представляющие Собой Вещества Напитанные Этой Выделяемой Человеком Разреженной Материей Обладающей Особыми Специфическими Свойствами Субъекты Приведенные С ним В магнетический Раппорт Тела На которые Перенесена Его Чувствительность И прочее Все они Как уверяют Старинные Писатели Выделяют Эту Разреженную Материю Которая Циркулирует Между Связанными Посредством Нее Телами Безразлично Одушевленными Или Нет Причем Расстояние По-видимому Не прекращает Этого Взаимного Обмена И лишь Ослабляет Его Для того Чтобы легче Представить Себе Процесс Образования Связи Между Какой-нибудь Мумией Экстериоризированным Предметом Приведенным В раппорт Человеком И так Далее Приходится Предположить Что все Они Удаляясь От субъекта Оставляют За собой След Наподобие Скажем Кометного Хвоста Состоящего Из Выделяемой Ими Сущности Как говорится В старых Сочинениях Здесь Таким Образом По-видимому Устанавливается Так сказать Род Подвижного Равновесия Основанного На постоянной Старкуляции Материи Приливах И отливах Сущности Или Жизненного Принципа Парацельса И других Старинных Ученых Если Это Равновесие Будет Тем Или Иным Способом Нарушено То субъект Должен Это Почувствовать Действие Медикаментов На расстоянии Объясняется При помощи Этой Старой Теории Начинающей Понемногу Приобретать Сторонников Даже Среди Самых Серьезных Современных Ученых Тем Что Во время Гипноза Когда Из человеческого Тела С особенной Силой Излучается Упомянутая Энергия А из данного Медикамента Выделяется Тончайшее Скажем Испарение Между Субъектом И лекарством Устанавливается При помощи Этой Посредствующей Материальной Среды Сообщение И стало Быть Действие Медикамента Теряет Значительную Долю Своей Загадочности С точки Зрения Этой Теории Давно Подмечена Таинственная Связь Между Магнетизером И Пациентом Странная Симпатия Между Бледнецами И прочим Находит Своё Оправдание В существовании Непрерывной Связи Между Этими Лицами Простое Рукопожатие Побучение Письма Играющего Роль Мумии И тому Подобное Сношение Не говоря Уже О Кровном Родстве Позволяет Допустить Существование Более Или Менее Сильной Циркуляции Неизвестной Энергии Которые При благоприятных К тому Условиях Способны Принять Ощутительные Размеры Странная Ирония Судьбы Давно Или Высказывание Подобного Рода Мысли Считалось Б Признаком Полного Невежества И грубейшего Суеверия А в Настоящее Время Самые Серьезные Толстые Иностранные Журналы Открывают Свои Страницы Для изложения Этих Старых Казалось Навеки Похороненных Средневековых Теорий Знаменитый Профессор Крукс Чрезвычайно Интересный И легко Написанный Статье Помещенный В мартовском Номере Высказывает 98 Год Следующие Соображения О возможной Природе Телепатии Все явления В мире По всей вероятности Спитаются Между собой В нечто Целое И некоторые Выхваченные Так сказать Из самого Сердца Природы Должны Послужить Нам К постепенному Раскрытию Других Сокрытых Глубже В ее Недрах Для того Чтобы оценить По достоинству Значение Этой мысли В применении К вопросу О телепатии Не бесполезно Припомнить Что в мире Повсюду В телах Твердых Жидкостях Воздух И других Газах А также И в эфире Происходят Беспрестанные Колебания Или вибрации Эти колебания Различные По числу И скорости Сообщаются Конечно И живым Существам От внешних Источников Независимо От собственного Молекулярного Движения Если За исходную Точку Взять Маятник Отбивающий В возрасте Секунды То Удваивая Последовательное Число Ударов Мы получим В первой Степени Два Колебания В секунду Во второй Четыре В третьей Восемь Дальше Шестнадцать И так далее При Тридцати Двух Колебаниях Соответствующих Пятой Степени Мы вступаем В область Где Колебания Атмосферы Являются Нам в форме Звука Мы находим Здесь Самую Низкую Музыкальную Ноту В пятнадцатой Степени Число Колебаний Доходит До Тридцати Двух Тысяч Семсот Семсот Восемь Секунду Это Предел Звуков Доступных Обыкновенному Человеческому Уху Хотя Конечно Некоторые Животные Способны Слышать И более Высокие Звуки Учащая Число Колебаний Мы получим В тридцать Пятой Степени Тридцать Четыре Триста Пятдесят Девять Семсот Тридцать Восемь Триста Шестьдесят Восемь Вибраций В секунду Что Соответствует Электрическим Лучам Совершающимся Не в грубой Среде Подобной Нашему Воздуху А в тончайшем Эфире Следующая Область Между Тридцать Пятой И Сорок Пятой Степенями Заключающая От Тридцати Тридцать Миллион До Тридцати Пяти Биллионов Ста Восьмидесяти Четырех Миллиардов Колебаний В секунду В круглых Числах Нам Неизвестно Хотя Действие Подобных Вибраций Не может Оставаться Без Влияния